всех приветствую на канале дороги михаил душем приглашаю прокатитесь сегодня от h228 село тенотское до село воскресенское 5 августа 2023 года смесь как это было и напоминаю что это 6 сюжет от 5 августа кто не смотрел предыдущие где по m5 от теплых и до базара крабулака базар крабулак от базара крабулака до болтая болтай от базара крабулака до р-228 и вот от р-228 до воскресенское не показывал я вам р-228 где я выехал базара крабулака недавно показывал в июле ничего там не изменилось и всю трассу я вам показывал от вольска до саратова так что за этого и получается сюжеты не такие большие так что чтобы не повторяться и немного информации про сеноцкое вам скажу сеноцкое село в воскресенском районе саратовской области административного центра сеноцкого муниципального образования расположен на правом берегу тережки в 68 километрах от саратов и 26 километров от воскресенского северная села железнодорожная станция медья никого через это село проходит автодорога r-228 как выполнены если верить википедии белой информации оттуда то на 2015 год 899 человек небольшую историю вам тоже дам основ первой половине 18 века переселенцами села визовка ныне базарок рыбаловский район показывал недавно предыдущий сюжет посмотрел жители были переписными крестьянами сенона чтобы назвать новому населенному пункту на 1859 году село насчитывал 186 дворов себе проживал 596 мужчина 680 женщин на 1910 году 2509 человек вот так вот себе работал мельницы были открыты земельская больница ветеринарный пункт устроен почтовые станции на тракте за вольска саратов по воскресеньям организовывались базара со второй половины 19 века ежегодно на троицу и в успении богородицы ярмарки составе вольского уезда саратского убеждения сенотская с одним сельским обществом было волосным центром в 1909 году вместо старого храма храма на средства прихожан был выстроен новый каменный с колокольной престола во имя святой жива начальной троицы при церкви открыты две школы в советское время сенотская стала центром сельсовета в 1 129 году хозяйства были объединены колхоз имени корова макс церкова закрыта и разрушена в год великой отечественной войны более 200 жителей села погибло на фронте сегодня сенотская является оживленным селом административным центром районного округа имеется коллективное сельскохозяйственное предприятие среди общеобразовательная школа больных отделений связи дом культуры есть памятник герой советскому союзу василию георгиевичу кулачкову на территории школы родился василий кулачков в 1 1911 но и погиб в 1941 году участник великой отечественной войны легендарный защитник москвы герой советского союза вот такая информация также еще в людмила аринина советская российская актриса театра кино заслуженная артистка rsr пока вот ехали вот такая информация теперь один небольшой нашел почему я все зачитываю и рассказывали чтобы было не просто разговор а хоть какая-то информация оставалась когда ездили в дагестан вот куда мы не заезжали в какие-то там мол или еще кому-то как они молодцы с уважением они все рассказывают и герой советского союза и кто у них там чемпион мира и еще кто-то они гордятся они уважают друг друга а мы забываем иногда своих героев ну как то так есть есть да как бы обычный ну вот на самом деле то надо помнить чем больше помним тем больше передаем информации тем как раз и память она и продолжается вот о чем я и почему вернее я и зачитываю и вам рассказываю хоть что-то в голове у кого-то останется как говорил нам профессор академии пишите переписывайте конспектируйте в главе что-то должно остаться тут и мы продвигаемся по дороге и как всегда говорю в ютюбер-утюбе водоклассники вконтакте джен яндексе выкладывает данный сюжет смотрите подписывайтесь пишите читаю и отвечаю везде кому как удобно все как обычно дорога воскресенская это вот как раз последний наш пункт и какая-то локация где вы из-за этого мы выехали из дома чтобы попасть на змеевые горы и но именно воскресенская на пляж может быть сами если в следующем сюжете какой там пляж и какая была волга и вот заканчиваю как раз вот эти вот свои все сюжеты за 5 августа 2003 года какие дороги проехали все нигде мне никаких не было претензий к дорогам ездил отдыхал день правда был жаркий помогал помогал только кондиционер в машине а так очень жаркий был заехали воскресенского следующий сюжет чуть расскажу на пляж доехали развернулись потом покушали и перекусили поехали на площадь заехали к музея так понял подъехали там дед павшим памятники стоят все вот это вот и поехали на змеевые горы проехали но квест я вам скажу приключения да я в дагестане вроде ездил пассажиром правда по горам но тоже что-то мне там было не очень-то там еще больше вы раздеть я не ожидал от своей волги от со своих своей так сказать земли таких ощущений туда проехал змеевые горы лес был с левой стороны в мире за рулем как-то не обратил внимание найти обрыва обратно поехал метр полметра или что-то как-то дума скорее бы да и хорошо и далеко не поехал и рекомендую кто в следующем сюжете скажу рекомендую кто хочет подъезжайте к лесу поднимаетесь вдоль обрыва этих змеевого лучше пройтись пешком прогуляться если хотите но если конечно у вас есть желание адреналинчик поймать я просто съездил тоже лет десять больше десяти лет и на метеории проезжал мимо воскресенска мимо вот этих змеевого рода как же так люди так высоко там ходят гуляют ну вот представляете прошло сколько времени 40 с чем-то попал и на них и сверху посмотрел на волгу дух конечно захватывает так что-то рекламу следующего последнем запятого августа уже пирона рассказываю свои ощущения потому что очень сильно был возбужден от такой поездки позитивчик охватил оказалось что рядом с саратовым вообще в саратовской области есть где места где что-то посмотреть и учёстки не пиродина мы ездили 1 апреля показывал населенный пункт проезжаем районные и не только районные просто села есть всегда все что-то посмотрите человек который хочет увидеть его всегда увидит который хочет услышать тоже услышит так что и приглашаю вас саратовской области кто не саратовской области по кататься все началось казани в двадцатом году когда спросили меня что можно быть у вас саратове посмотреть но могу сказать что и саратове что и в саратовской области куда езжу то и показываю а дорожка за все смотрите катимся и катимся ради плохо она дороге и показываю дороге плюс еще населенные функции чтобы знать какие они есть стараюсь выкладывать вот так вот делить сюжет на несколько что показать полностью дороге показать домашка и всякое вот эти насекомые все стекло то мне как раз аляпали стараюсь полностью объем показывать чтобы не было каких-то вопрос дорогу все участки полностью едем едем и прям приедем и обалдеть так что это я так что они земелую гору начинает свольского района и заканчивается в воскресенском районе так что имейте ввиду можно попасть не обязательно суда много где мест подъехать к и налогу посмотреть с высоты конечно это не такие горы но впечатляет сейчас уже будем подъезжать он даже богу и так чуть-чуть он поблизости есть так что подъезжаем как обычно говорю благодарю всех за просмотр берегите себя до новых встреч в новых сюжетах всем пока пока